здравствуйте друзья у нас в офисе гости из казахстана это молодой ратмир сделай ручкой его мама с папой представляетесь мама так вы из прям алматы как там вообще все хорошо уезжали тепло было так вы как давно вы уже по калифорнии гуляете 10 числа то есть считай там почти две недели так вы едете откуда-куда с лос-анджелеса сан-франциско здесь по местным понял похоже на казахстан как-то там вообще не похоже у нас первое впечатление было когда лос-анджелес приехали что мы вообще не в америку попали в эмираты потому что мы в эмираты часто летаем часто да в эмираты летаем и вот климат вообще здания сам вот этот воздух влажность когда выходишь правда так интересно похоже поэтому вот ощущение что мы в америку попали вы тут в гостинцами смотрите самопальные конфетки да это картошка картошка сами делали жена будет рада очень любит картошку а где условия у вас для готовки вы же туристы а вот мы пришлось создать условия микроволнов и бисквит это учились печь а там мы сняли камушек выбрался стекляшечку стекляшечку выбрал он потерялся немного да да у нас тут друзья еще какой-то остался сувенир а вот тут у нас еще сувенир в виде медальки какой-то это ручка и блокнот а это вовнутрь это блокнот да не понял а вовнутрь это просто вложил да друзья кто не знает как выйдет советская десятка и рубль который банку из-под кофе за раньше за кипа рубль где там он сейчас вот она металлический да давайте зачем его банку из-под кофе но раньше копилки делали если вы помните может быть мы делали самодельные детские у меня было дома копилка так из-под кофе индийский кофе в банках до 6 рублей до банку раньше брали запаял я этим оловом и здесь прорезь сделать это видимо в казахстане так у нас туда собирал как-то не было копилки такой самодельно было как так это вот наш шоколад шоколад казахстанский а где же шоколад то он там как-то упакован он понял понял там есть политики все эти друзья у нас буквально за пять минут вот до ребят были другие гости тоже прилетели в лос-анджелес тоже в этот же день прилетели они из москвы сами они из зеленограда и они из лос-анджелеса проехали через лас-вегас через там всякие парки в сиэтл а сейчас из светла уже спускаются снова в лос-анджелес чтобы лететь домой вот и так вы друг за другом так неожиданно они принесли какие-то постилки вот тебя ребятам отдал они часто там распаковывать чтобы с чаем съесть постилки вот так что мы сегодня все в гостинцах и так вот тортики мы прямо идем поэтому нам как бы на дальние расстояния тоже да как так вы куда дальше то нет потом лос-анджелес верлингеме поселились как квартиру сняли гостиницу мы стали там дом очень удобно слушайте а вот с тем что у вас там тенге как зовут денежку там девальвация какая-то была началось это все еще продолжение то есть вы успели еще по старому курсу поменялся заранее счастливчики мы считаем что сколько-то ну что же ладно так вы кота домой то уже 27 отсюда выезжаем слушайте а вы первый раз в америке или не обязательно первый раз вот люди которые первый раз в америке у вас есть какое-то такое доминирующее впечатление может быть парочку впечатлений что-то такое чего вы совсем не ожидали может быть я не знаю вообще мы думали что тут люди как бы более правилам придерживаются на дороге я еду если по правилам 35 миль там у вас по городу ну все меня обгоняют как будто я это сильно понравилось это вот очень много парков детских так как мы с ребенком детские площадки вот прям приезжаешь в любой парк везде детские площадки везде вода есть помыть руки туалет везде туалет везде мы везде бумага это просто можно не покупать бумагу там зашел в туалет все бесплатно парки парки все бесплатно нас парки относительно все равно у нас даже в город платный у нас платные вот когда пляже там где за парковку автомобиля платишь то есть если пешком пришел то бесплатно если машину поставил то там парк и то мы заезжали на пляж где вот мост золотые ворота там пляж есть мы бесплатно поставили там парковку уже на городской пляж городской даже там городской пляж без проблем там где голые ходят не то есть нудийский пляж под мостом может быть он туда мы чуть-чуть это это мост справа у нас слева ну что же хорошо а народ в целом вот так вот выходит народ народ что больше будет местность такая тех кто ходит их немного да все ухажали все общительные да даже собаки у них добрые вот в казахстане собаки на морниках ругаются у нас сына все животных любят каждый собака вот так даже даже не надо спросить только у владельца это нет проблем там пожалуйста ну конечно они они любят когда их там погладят еще оближут тебя тоже в ответ смотри это дядя которого я дома смотрю по телевизору а вы чё нас смотрите расскажите ой ваш вообще интересно жена тоже смотрит так она меня подсадила же я пойду а что вы смотрите вот живете вы там в алмате никого не трогаете и вдруг смотрите там про кремниевую долину что-то ну вообще вот интересно просто первое впечатление у меня как я начал вас смотреть подписался на ваш канал сначала просто как-то без любопытства а потом как бы подсел подсел на ваш канал вот честно говоря любая информация интересная а то дать я уже подряд закончилась тем что стал тестером нет я от тестера далек я вообще из той из другой людей когда я торгую запчастями поэтому у меня ну я так чисто умозрительно продлил линии бывают люди которые так вот начал смотреть окончил тем что стал тестером потом вообще мигреру и вообще может быть я по вашим видео по вашим видео сейчас это скажу вот все вот что мы смотрел смотрела на ваших видео и вот ну по вот этим местам путешествия санта-крус были санта-крус не были еще не доехали вот в рыбный ресторан заходили вот как раз в рыбный ресторан фиш-маркет копченую рыбу когда мы заказали да я прямо сфотографировал с этого так с ютуба смысле ассорти там было да да и заказал но я так понял суховато с пивом надо ну спием хорошо но мы первый раз там я был первый раз и мы бы все там были первый раз поэтому брали так но нам понравились спи там супчик к вам чаудер суп хороший суп хороший да как раз игру по вашему видео принял сфотографировал или такому показываю смотрите вот это вот это ну хорошо давайте это меня рука уже трясется я так с плеча мужской снимаю вот давайте мы пожелаем там всяких успехов в ваших путешествиях вот напоследок только вообще это дорогое удовольствие вот так через весь мир но вообще на сегодняшний день для нас это уже дороговато будет выходить потому что у нас зарплаты в среднем у людей там может быть в районе 100 тысяч деньги это на сегодня делает меньше 500 долларов это уже мало ну то есть не разъездишься уже не разъездишься и в плане того что здесь продуктов поначалу-то стоили если тенге вот как у нас было 185 продукт стоили одинаково с вами сейчас у нас тенге 285 и продукты получается сравнить еще дороже выросли процентов на 70 от наших а когда-то они были одинаково ну подожди при зарплате 500 долларов эти продукты в ту же цену эту безумно это дорого это дорого у нас дорого жить у нас вроде там не так уж понимать но народ жизнерадостный при этом не знаю как значит жить можно жить можно как там город яблок то яблоки есть яблок уже у нас мало но сады в принципе так есть если в горы подняться можно как найти еще остались но в народе нет ностальгии по советским временам сср там может быть у того поколения которые раньше наши родители которые привыкли ходить на работу на фабрику с утра 5 дней неделю для них может быть есть ностальгии а мне например вот это то есть вам сравнивать не с чем сравнить да я вот да нет и народ какой-то другой свой но у нас есть такое да немножко из-за того что если жизнь трудно когда жизнь тяжелее тяжелее становится поэтому люди немножко обосленные только на дружку даже ну хорошо вот пусть они посмотрят на вас и поймут что надо жить радостно да давайте всем так сделаем привет всем привет